Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для клёва» И сегодня очередное уникальное видео Я вас познакомлю с рыбаком-спортсменом мирового уровня Который участвовал в соревнованиях в сборной команды Украины В чемпионате мира по фиденолобле в 2018 году в Южноафриканской республике Это Вячеслав Щерба Он сегодня соревнуется с спортсменом-рыбаком Евгением Фисенко На нашем турнире «Fish Dream 2019» по фидерной ловле в Одесской области Так что, друзья, давайте будем знакомиться вместе Вот это Евгений Фисенко, друзья Давайте поближе на него посмотрим Он готовит сегодня свое место для сегодняшнего батла Приветствую вас, Евгений Приветствую Скажите, как вас сегодня поздравлять, что вы попали на чемпиона Украины по фидерной ловле? Многие завидуют, а многие радуются, что он достался именно мне И именно мне предстоит им сразиться Ну, прекрасно Научиться Перебрать кое-какой опыт Отлично, да Я сразу скажу, что я буду болеть за вас И буду всячески пытаться его там как-то это самое Ну, да, хоть, чтобы он дал вам какой-то шанс, чтобы выиграть Отвлекайте Отвлекать, да, конечно, конечно Друзья, вот наша звезда Звезда фидерной ловли, фидерного спорта Ну, а как прям, ну, чемпион Европы, чемпион мира, блин Чемпиона Украины Чемпион даже не Украина Не, не, я не был пока чемпионом Украины Не были, да? Нет, я Ну, по крайней мере, один из лучших фидеристов Украины Можно так назвать? Ну, с натяжечкой, наверное Ну, я понимаю, что вы скромный человек Ну, я пока не был просто таким, так сказать, титулованным Ну, по крайней мере, в сборной Украины В сборной Украины, да, в этом году я был Ну, неплохо вроде Кстати говоря, во второй день вы и заняли там шестое место, да? Седьмое, седьмое в зоне, да В зоне, вот У меня к вам будет куча вопросов Всем очень будет интересно узнать Ну, пока Готовимся Да, давайте, давайте, готовьтесь Готовьтесь Хочется уже узнать, какую бы сегодня прикормку использовать для начала Прикормку? Да Фишдрим Карась, чеснок Вместе с Карп лень Карась, по-моему, так она называется Там, в целом, отборки Это одна программа И вторая Супер Блэк Фишдрим А, то есть вы Я две То есть вы хотите сегодня Ловить плотву, я так понимаю? Ну, скорее всего, мы будем ловить плотву Потому что карась еще достаточно Такой неактивный Но я хочу одну точечку прикормить И попробовать Ну, вдруг Понятно Хорошо А в качестве наживки, что будете использовать? Червячок у меня есть, навозный, опарыш и кукурузский зал То есть стандартный довольно-таки набор Понятно Вячеслав, ну я, походу, буду вам задавать вопросы Да, не вопросы Скажите, а вот когда вы участвовали в соревнованиях на чемпинате мира по фидерной ловле Я понимаю, что по страхам смерти вы не расскажете эту прикормку, которую вы использовали на чемпинате Расскажете? Конечно Она одна была там Это была местная прикормка на основе кукурузы Причем она там была не одного вида Но это была вся кукуруза разных фракций То есть прикормка одной фирмы разного помола кукуруза Мы использовали в основном очень мелкого помола Она прям пахнет нашей кукурузной кашей на малый день Хорошо Ну а в первом туре вы там заняли не совсем хорошее место Чтобы нескормка была та же, но там добавки были другие Добавки на курортеле немножко Да, там чуть крупнее фракция была и плюс Ну вот, а что там за добавочки были? Был нюанс там Скорее всего мы с ароматикой немножко по это самое То есть во втором туре мы без ароматики вообще уменьшались А в первом туре там были ароматики добавляли Вот А что вы добавляли? Флюо Что-то там на основе карамели, по-моему, было Мед, ну то есть там сладкие запахи работали, поскольку там лето в это время было Вот А во втором туре решили, что все-таки это нас То есть во время тренировок мы не смогли проследить закономерность, что это перетягивает рыбу у кого-то не перетягивает Мы сидели боксами А вот когда уже в прессинге по бокам другие люди сидят, они перетянули рыбу и поэтому... То есть клевало у всех, но у нас клевало чуть хуже Понятно То есть с уловом 20 килограмм люди там вторая часть зоны, то есть за десятки Поэтому надо было водить больше Да, ну конечно интересное видео в ютубе о вашем участии в чемпионате мира Кстати, друзья, это видео будет в ссылочке под описанием к этому видео Поэтому посмотрите, будет очень интересно Я сам с удовольствием посмотрел Евгений, вы какую прикормку сегодня будете использовать? Я сегодня взял прикормку темной, не сильно крупной фракции с расчетом на по-2 Тарань, так как карася еще, как видим, нету Не проснулся Будем пробовать ловить плотву большими количествами А там малую или большую, результат покажет Понятно Вячеслав, многих очень волнует вопрос, как правильно определить длину поводка Вот что вы можете посоветовать начинающим федеристам? Ну, я вообще стараюсь использовать максимально возможно короткий То есть, если будет ловиться, ловится на 60 Ну, нет смысла ставить больше Но бывают случаи, допустим, при ловле плотвы часто поводок должен быть подлиннее То есть, можно стартовать с метра и посмотреть Но опять же, это определяется по реализации То есть, если вы видите, что у вас поклевки есть Но вы не можете засечь рыбу, скорее всего, нужно немного удлиниться Если, там, при поклевке вы достаете и рыбу, крючок рыбы уже там где-то в глотке И не видели поклевки, да? Да, да, значит, надо укоротить Ну, примерно так Ну, если это ловля плотвы, все-таки, наверное, ну, если для любителей, там, 50-60 Если мы ловим карася, то покороче можно Опять же, вот лещ, например, под лещик, там, можно чуть длиннее поводочек изначально, там, 60 А вот если этот лещ крупный, там, предполагается Ну, так бытует мнение, что поводок покороче Ну, опять же, это все настолько ситуативно, то есть, все по-разному абсолютно То есть, нужно пробовать Если видите, что не клюет, допустим, на короткий Ну, попробуйте удлиниться, утоншиться, возможно, что-то изменится Евгений, а вы на что будете ловить? Червяк, опарыш у меня А какую оснастку будете использовать? Обратно же, буду стараться ловить онлайн На мною есть в наличии такой монтаж, как асимметричная петля Это один из моих, так сказать, любимых На любительском этапе ловли Достаточно много вы прикормки замешали? Ну, на всякий пожар Я в прошлом году как раз таки и из-за этого тоже проиграл Я замешал только одну прикормку черную, надо было ловить корося И он неохотно реагировал на мою черную со специями То есть в этом году вы сделали вывод? Я лучше, да, я перестрахуюсь Ага А Евгений будет одну прикормку делать, да, я это поймаю? Да, у меня прикормка одного вида А ликвиды вы дозволяете? Да, я добавил на первом этапе замеса немного ликвидов Вот это в черную, а это в светлую Расскажите, а сколько вы уже в фидерном спорте вообще? Как вы пришли в фидерный спорт? Как так получилось? В фидерном спорте я вот в мае будет ровно 4 года Так как я в первых соревнованиях принял участие Ну и в принципе я узнал, что такое фидер 4,5 года назад То есть у меня практически вот сразу Я несколько рыбалок любительских И Дима Чеботарев, наш спортсмен, который тоже участвует в фишдриме Он предложил мне с напарником тогда, Саша Бандарин Поучаствовать в чемпионат области Это был на Теплодаре, 2015 год Мы решили попробовать Вот, ну и попробовали, нам понравилось Затянуло, мы были не последние в первый год Потом съездили в Южноукраинск, по-моему, на турнирчик И в конце года приняли участие в Кубке области на Турничуке Это такое интересное событие каждый год Вот, а в следующем году я уже как-то так получилось, что попал в сборную область Вы на какой дистанции планируете ловить? Буду ловить на ближней и средней дистанциях примерно от 15 до 25 метров Дно не сильно рельефное, оно практически плоское Поэтому будем искать точку, где рыба стоит Есть преимущество, я тут был, так сказать, на тренировках несколько дней назад Так Поэтому плюс-минус рыба в эти дни стояла на одной и той же дистанции Поэтому будем сейчас смотреть Но, посмотрите, погода меняется На какой дистанции стояла? Примерно одна точка была с некрупной плотвой 15 метров Плюс-минус метр И так же 28-29 Значит, я вот одел отводик, у меня есть небольшой 5-сантиметровый готовый Потом поплавочный стопорочек такой резиновый, силиконовый И дальше привязал фидергамчика кусок к шнуру На всякий пожарный, если будет ловля вдруг сегодня тонкими поводками Я надеюсь, что этого не будет Фидергамчик, в принципе, не помешает Вот Ну и все, вот это будет такая оснастка Здесь петля И к ней поводок Думаю, где-то вот так вот будет достаточно У меня здесь двойным узлом? Да, фидергам можно таким одинарным Одним? Да Одинарным? Да Ну, никуда уже не денется Если чуть толще фидерга, можно чуть-чуть там двойной, там двойной восьмерочку использовать Но это тонкий, поэтому он держится И так Ну, вот и все Кормушечка сюда Сейчас какую-то прицепим сразу, чтобы не сдувало Ого-го Вот тут еще однотипные все кормушки, друзья Но это мне, у меня вон там есть еще и другие, но это вот пульки такие Такие вот пульки С какой лишняки? Я думаю, грамм сорок будет достаточно Да, на самом деле еще просто какие-то аномалии Я не сильный специалист, честно говоря, в этой пробивке дна, так сказать Есть спецы, которые там рассказывают про количество ракушки на дне и так далее Я этого всего не умею Ну, примерно нахожу, чтобы не было зацепов, чтобы там какой-то переход с мягкого на твердое Например, ракушечка, камешки, бровочка, какой-то подъем Вот вы идете, например, ничего-ничего, раз ракушечка, да? Да, ну вот можно там попробовать на границе Прямо на границе, да? Не, ну бывает по-разному Бывает, если мелкая ракушка, ей там, допустим, полоса там метр-полтора Бывает, наоборот, лучше стать вот прямо в середине ракушки Вот, но это уже путем экспериментальным То есть мы клепсуемся, например, там на границе И если у клев плохой, можно попробовать там подмотать два метра И стать на саму ракушку и посмотреть там Вот Ну, опять же, все экспериментально Можно найти бровку, опять же, угадать, где будет клевать снизу, сверху Или посередине, или там нужно отступить два метра Это все нужно пробовать Нету таких прям панацеи Вот встали под бровкой и там клюет Ну, на реке чаще так, потому что туда прибивают корм Ну, возможный вариант Понятно Однозначно Друзья, вот вам фишки От суперспортсменов То есть я захлепсовался там на дистанции, да? Которая мне показалась интересной Ну, и дальше отбиваюсь по колышкам Считаю, сколько раз я Ну, у меня по три метра Сколько оборотов вокруг колышек я сделал В данном случае Десять оборотов Это тридцать метров Вот, тридцать с копейками Тридцать с половиной метра Жень, расскажи, как ты пришел в фидерный спорт? Когда это произошло? Что тебя сподвигло к этому? Прямо в фидерный спорт я еще, так сказать, не пришел Пока только вот Кубок Фишдрима Любительские соревнования Но они тоже придают свой азарт Именно соревнования с прошлого года Я первый раз принял участие А также в кубке Фишдрима Тогда в первом этапе У меня попался соперник Копри Олег Я его с трудом Рыбалка у нас была у обоих трудовая Но я его обловил Тоже на таране? Нет, тогда карась Тогда уже карась активно проснулся И как раз в последние минуты Я вытащил победного карася Во втором этапе мне попался Александр И там была его уверенная победа Человек на опыте, так сказать Как и Вячеслав Ну, благодаря тем соревнованиям Я подсмотрел за ними Научился, кое-что перебрал Взял в свой арсенал, так сказать Ловли И сейчас продолжаем совершенствовать навыки Леска у меня в среднем 0,1-0,12 Так Чтобы было достаточно поднять карася Ну, это несколько карповых крючков Которые остались еще с прошлого сезона С поездок на водоем 3 карася Сегодня, так как и использовать крючки? Сегодня я, наверное, предпочту На тарань с длинным цевьем Которые не сильно крупные Ага Почему с длинным? Мне их удобнее доставать Она не так сильно их заглатывает, если что Ага Ну, друзья, тоже нюансик такой, да? Какая будет вторая дальность лова? Тринадцать метров Вот это нормально, да? Ну, я думаю, да Немножко, чтобы Ой, чесноком пахнет Какие утелы? Так надо сегодня использовать Ой, посмотрим Тут куча всяких разных на самом деле всякие горохи чесноки какие-то миксы карасевые карамели короче есть весь набор а что будет работать посмотрим и будет ли вообще это насадки да да опарыш червь и кукурузка наш чемпион подготовился к сегодняшнему батлу все у него под рукой друзья по согласованию участников батла они начинают прикормление места лова точек лова за 10 минут до начала батла женя бросает на ближнюю точку тут буквально дальность за нее это где-то 3-4 длинные удилища у него то есть это позволит ему быстрее вытаскивать рыбу быстрее забрасывать оснастку и я так думаю что он этим должен воспользоваться чтобы попробовать победить чемпиона вячеслав закармливает дальнюю точку у нее сейчас кормушка большой корма емкости выжидает какое-то время и вытрушит ее и вытаскивает дальнюю точку прикормил светлой прикормкой а ближнюю точку прикормливает черной прикормкой для таранье друзья начался батл оба ловит практически на одной тоже дистанции интересно кто вытянет первую рыбу что-то не спешат наши спортсмены вытаскивать оснастку первый раз так весла пока ничего евгения пока тоже ничего два парочка до красный белый 23 тут посмотрим я вижу что уже не плюет есть мужики хорошая тарань смотрите красавчик самец самец смотрю что там вытаскивает вячеслав пока у него ничего у женьки уже есть друзья прошел час соревнований он женя ловит по тву прямо даже одного карася вот вячеслав перешел на дальнюю дистанцию плова в общем все пока движется своим чередом а я решил не мешать спортсменам тоже присяду замешал я прикормку карась чеснок взялся с собой лишь горох вот карась чеснок такого ярко-желтого цвета пахнет чесноком очень обильно так пахнет и пристроился возле спортсменов тоже сяду немножко половлю получу немножко тоже драйва и кайфа от рыбалки женя полтора часа прошло как рыбалка трудовая рыба клюет ну слава богу и плотва и караси проклювают сколько уже караси есть у меня пока один к сожалению один да хорошо вячеслав полтора часа прошло как как рыбалка грустненько грустненько не покололит лучше евгений лучше красавчик ё-моё молодец молодец я скажу что у вас карасик льет это уже это же прекрасно согласен вот друзья смотрите красище мелкий но но интересный прекрасно я решил пока половить хорошую рыбку сдали дистанции до на насадку пару раз попробовал как-то не понравилось вот но добавляю чуть-чуть резаная вот решил попробовать на сервичка клюет да там конечно не очень я могу с этим карасем пролететь потому что евгений ловит быстрее ну так интереснее хочется карасика половить я еще чуть посижу и посмотрю на тенденцию как он ловится не ловится если нет будем пробовать начать ловить дальше плотву но с плотвой у меня тоже сегодня не очень пока срастается уже не крупнее поэтому поэтому решил попробовать карасик получается тактика то есть раз он ловит больше тарани значит нужно ловить крупнее карася ну не факт можно было попробовать просто быстрее ловить вот но у меня просто пока рыба намного мельче почему-то здесь было когда мы на одной дистанции стояли возможно у него более пыльный корм сносит мне на точку и у меня вот уклейка сразу ярусе начинать надолбит и мешает но клюет но это даже не карась плотвах хорошая слушайте дайте ближе посмотреть или даже в руки не помещается такая платочка сразу видно опыт не пропьешь вообще он и на опарыш на самом деле должен плевать карасик сейчас даже два червячка делаю такой пучочек ногу да да и еще вот этой гадостью и замечательность друзья тисточку поняли да и огонь 30 метров дистанция лова друзья у меня пока клюет только тарань то есть хотя бы одного карася здесь карай за карасем ёшкин какие красавцы но не так чтоб карась за карасем но есть немножко так ну что друзья четыре часа соревнований прошло остался крайний час женя как и собираешься выиграть своего противника гри остался последний час что вы должны предпринять скажи мне пожалуйста сейчас мы скажем заветное слово так и к нам придет весь карась который есть на реке и один карда карп можно и карпа одного до понервничка у нас чемпиона крупная тарань клея ну два парша на 3 пар виталий шутом последний час остался как возила такое что неактивно как-то она все клюет сегодня неактивно но карась все-таки независимым постоянством там не так его много на самом деле поэтому посмотрим все не так очевидно как может показаться то есть вы еще допускайте возможность что же не может вы не да конечно осталось две минуты практически крайние забросы оснасток спортсмены надеются поймать хотя бы еще по одной максимум две рыбы и на этом все друзья батл будет закончен ну что давайте уже что-то взвешивать давайте взвешивать тут просто надо что-то чтоб руки чуть отошли как думаешь ты обогнал уверена нет мастерство но я бы не был так уверен и большой багаж опыта и знаний ну и тебе скажу первый час ты его сделал первый он еще и неплохо он такое смотрю сидит на измене кода первого часа тут я не спорю у меня на рань зашла очень крупно и довольно часто время как у вас уклейка была не очень больших размеров вообще вот такая вот рыба да и это начал переживать первый час я смотрю на него думаю вот это не начало просто начал думать что делать чтобы на этой дистанции оставаться не вариант то есть перешел на дальнюю чисто так как же ты 930 930 зафиксировали до согласен до 930 давай пока в садок ну почти 4 килограмма нормально он карасище там нормально ух караси какие знатные попадают рыба 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 так ты 900 тысяч было уже не посмотрим внимание чуда не произошло отлично поздравляю джейка ты молодец ты молодец да караси среди ребята мощные наши спортсмены высыпают рыбу обратно водоем и хочется сделать друзья один маленький вывод вот посмотрите не так давно начали снимать эти соревнования средний возраст соревнующихся примерно 25-30 лет вот так примерно и сравните их с теми людьми которые стоят на днестре размотав 20 спиннингов заняв там по 200 метров берега которые кидают бутылки мусорят и так далее а эти ребята молодые никогда не мусорят они даже не могут позволить себе бросить что-либо на берег выпускают рыбу вот за этим будущее друзья вот за такими ребятами наше будущее поэтому вступайте в ряды спортсменов рыбаков не мусорите да поддержите порядок да и соблюдайте норму вылова друзья вы были на канале сюда клёво всем удачи всего хорошего пока встретимся на рыбалке вот 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 вот